друзья мои всем привет девчонки мальчишки художники сегодня у нас мастер-класс такой я бы даже сказала мастер-класс эксперимент так у меня здесь красочки убегают ползают попросили меня в комментариях задали не попросили даже задали вопрос вот если листочек загрунтовать грунтом вернее не грунтом даже а краской водоэмульсионкой строительной которой вот вот я его загрунтовала ну начну с чего я если честно не знаю что в нем получится то есть водоэмульсионки они наверно тоже разные да какие то есть я в этом не особо но у меня вот ведро стояла я взяла его и загрунтовала ну да оно легло все но во первых она была знаете вот как вот если видно вот здесь вот до местами вот как какие-то крупинки в ней но они потом высохли и в принципе они очищаются ну вот кое-где они остались но это не проблема смотрите чем не еще если я проведу вот так вот по ней руками я вот как будто на доске мелом писала вот такая она поэтому когда грунтуют холсты почему мешают да скорее всего с клеем 50 на 50 наверно вот этой пыли этой нет у меня вот даже скотчем местами просто вот отходит ну понятно считаю на пыль наклеить не вот ли на 5 просто я не знаю писать буду маслом посмотрим как это будет вообще не знаю мне кажется она будет вот тоже отходит мне кажется она будет очень-очень сильно тянуть мне так кажется то есть не знаю если какая то вот то есть водоэмульсионки наверное которые моются на этот у меня это не помню фирму написано было для потолков но акриловая там пометочка была что она акриловая ну не знаю ну давайте попробуем нарисовать мы сегодня будем такой в плане эксперимента вот такой сюжетик это пастелькой рисовала то есть пастелька я обещала тоже рассказать показать напишем что-нибудь следующем наверно видео пастелькой поработаем вот ну и такой вот сюжетик небольшой я возьму такую скошенную кисточку синтетика и разбавитель white спирит на цвета я взяла для этой работы кивики вот королевская ой заговариваюсь турецкая зеленая потом вот такая вот у меня ярко какая-то желтая зеленая травяная зеленая можно русскую зеленую гамма такая тоже темная есть коричневый лимонка охра желтая фиолетово-розовый хинокридон какой-нибудь вот тоже розовый для чтобы не смешивать а как бы были такие вот более яркие цвета да уже ну то есть можно в принципе эти все оттенки и намешать вместо турецкой зеленой можно какой-нибудь березовенький взять что-то такое его немножко будет тут где-то что-то типа неба такие полевые цветы с вами напишем ну в общем попробуем сейчас во всяком случае не знаю опять таки повторюсь не знаю как он сейчас будет себя вести так ну и я намечу наверное возьму угольный карандашик и просто вот намечу шарики где у меня будут эти цветы ну вот к примеру тут тут вот у меня пускай будет цветочек да примерно хотя бы понимать их размеры вот тут такой пускай будет где-то вот здесь здесь более вытянутый формат у меня получается поэтому как бы я их буду компоновать возможно где-то немножко по-другому так вот здесь делаю их тоже разными один крупней другой мельче вот здесь будет цветочек там какой-то еле заметный сюда тоже пойдет цветочек и где-нибудь вот здесь поверну его в ту сторону вот примерно так наметили такие цветочки вот даже угольный карандашик весь краешек беленький так ну и сейчас начнем с фона с зелени вот я возьму он турецкая у меня прям так и у пытается куда-то убежать турецкую возьму белилки и начинаем наш эксперимент и вот таким цветом здесь я до тянет друзья очень сильно при моментально впитывает то есть для того чтобы грунтовать нужно все таки что-то такое лучше купить не пожалейте купить грунт все она уже высохла грунт купить художественный до которого акриловый видите все сухо 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 ну мы допишем с вами эту работу раз уже начали даже вот разбавитель не особо той помогает здесь немножко такими мазочками здесь особо я выписывать не буду потому как у нас трава здесь каждую травинку я выписывать не буду я заполниваю тут кусочками ой вообще ужас просто моментально впитывает хотелось нам попробовать вот попробовали дальше и вот сейчас я заполню полностью наше вот это поле лимонку беру с вот этой зеленой разноцветными цветами то есть разноцветными зелеными раз разными оттенками зеленого ну соответственно выше да у нас как бы подразумевается что-то мы смотрим и так вот где-то там у нас начинается небушка да вот этот вот в принципе турецкая зелень и вот так вот пятнами здесь пускай пятнышко посветлее то есть на загрунтовать а я если да получится так вот у вас можно но нужно рассчитывать на то что каких-то плавных переходов как видите но она впитывает просто моментально то есть чего-то такого нежного гладенького не получится вот для живописи какими-то вот мазочками еще может быть да а если вы хотите в планах сделать какие-то плавные растушевки то нет она для этого не пойдет буду подстраиваться и делать вот так вот мазочками так вот такой потемнее зелененькие лимонки меньше лимонка белила вот пускай такие заполняю такую массу массу знаете ощущение когда наносишь ее что-то похоже на акрил даже вот кто акрилом пишет но все равно гораздо быстрее высыхает чем акрил ну естественно гуще ну что то такое вот так здесь у меня сюда цветочек ну здесь тоже цветочки в них листочки раздвигаются да поэтому нужно вот так вот зайти между таким темпом как она сохнет в принципе поверх будет комфортно рисовать и синтетика конечно мягковато для вот такой впитываемости так ну смешаю вот зеленую турецкой пускай будут такие оттенки так сюда вот так заведу здесь возьму вот уже сюда буду добавлять травяную зеленую просто моментально только нанесла она уже в принципе как бы прям очень быстро впитывается так вот здесь где-то вот так вот мазочками захватила этого зеленого вместе с турецкой отклеился ну то есть если вы как бы уже долго пишите да у вас опыт какой то есть то в принципе справиться с ну как видите да с этим грунтом можно если уж вообще такое если уж очень-очень тяжко так примеру и нет холста чу делать да можно такое себе удовольствие честно говоря справиться в принципе с ней можно она мне еще сейчас напоминает вот помните мы писали кто со мной долго кто смотрит давно мои мастер-классы я писала на картоне грунтованном вот типа того только по моему еще и еще сильнее тянет чем картон кто писал на на картоне примерно меня можете да понять какие ощущения по впитываемости именно так турецкая сюда по кисточку особо ведь и не вытираю то есть она такая грязноватая и тут оттенки такие вот темные темные наношу вот так как нибудь чтобы мне какую-то разнообразие такое сделать пятна крестообразно как-то вот чтобы но хоть интересно живенько смотрелось вот желтенького сюда зелененький сюда потемнее в основании прямо с нее это сыпется возьму немножко охара добавлю вот таких еще каких-нибудь теплых оттенков и прям часто окунаю в разбавитель потому как совсем вот писать чистое красочкой хотя она у меня не сказать что у меня там сухая какая-то нет просто но очень тяжело наносится и кисточка двигается по бумаге так если добавлю лимон очки еще и тут посветлее внизу тоже могут быть какие-то светлые просветы траве так здесь так ну и здесь тоже чего нибудь такого где-то между где-то между возьму белье вот здесь хочу посветлее как бы этим же цветом что-то сделать какой-то переход работать приходится очень быстро так темная зелень задам здесь сразу какие-то вот такие вот мазочки поверх уже этих ну что-то имитируя какие-то травинки что-то такое прям окунаю жидко-жидко делаю чтобы она хоть как-то тонко описала как-нибудь так в разные стороны все она уже не растягивается никуда не тянется она впиталась интересный такой опыт в рисовании ну а не попробуешь да как бы не увидишь и не поймешь так промываю кисточку от вот этого зеленого беру охру на краешек и серединке наших цветочков вот здесь вот так вот они такие выпуклые вот так пока ну вот на длинный краешек видите на кончик набираю и вот так вот нотыкиваю не обязательно там их делать идеально ровные лучше пускать такие живенькие вот здесь там будет чуть-чуть такое-то не сильно заметны она еще и смотрите отходит краска от бумаги то есть вообще не надо ей грунтовать я вот сейчас натыкивая она вот зеленая вот это все она просто подымается не подходит такой вариант нам ну вот в плане экономии если надо вы спрашивали как по этому поводу коричневым оттеняю серединке снизу то могу сказать вам если вы будете к примеру грунтовать покупать грунт да тот же какой-нибудь санет или что-то то и грунтовать и листочки вам надолго его хватит вы не пожалейте купите так зато вы будете комфортно работать а не мучиться вот так вот я беру вот она сразу большие банки да чтоб она вообще смотрите видите она прям отслаивается если видно вот белые проплешинки появляются это вот она отходит от этого от бумаги то есть я чувствую она просохнет за меня и осыпется вся мне так кажется дальше я беру фиолетово-розовый хинокридон и буду создавать листочки так то есть здесь вот так вот покороче подлиннее туда уже цветочек поворачивается как бы он боком да мы видим там дальше эти лепесточки они уже такие вот покороче и посветлее мы делаем вот как то так такой какой нибудь здесь разной длины делаю чтобы они такие были поинтереснее по пушистее чтобы были они здесь небольшой цветочек вот здесь немножко вот таким вот образом я создаю все вот эти цветочки здесь у меня быть интересная форма здесь набираем пока вот фиолетово-розовым хинокридоном всех и закрыла теперь я добавлю белила в этот хинокридон и вот там вот дальние которые я вот так чуть-чуть их намечу более светлым даже сильно ведь и не подхожу там к серединке так вот легонечко-легонечко и этим же цветом а где-нибудь то тут вот в зелени покажу такие вот легким движением что там тоже где-то далеко тоже имеются такие какие цветочки то есть они вот эти у нас не единственная дам тоже там какие-то розоватые пятнышки вот так промою чуть-чуть кисточку сейчас возьму лимонку и вот тут по макушечкам по макушечкам пройду вот так вот даже наверно с белилками чтоб поярче было вот так не полностью перекрывая охру вот так чуть-чуть показала а теперь я буду работать вот этим розовым посветлее краешки лепестков я сделаю посветлее то есть прохожу по тем же местам только не до самого краешка да довожу а как бы так вот разделяю их один от одного но и в тот же момент я не целюсь там попасть именно в тот же лепесток вот эти вот остаются которые видите там вот внизу пускай они будут так оставаться как бы такие вот получаются они многослойные смотрится как будто это вот светлый это верхний ряд лепестков да а те темные это как бы нижний чтобы вот такие рваные края оставались отпускаем кисточку вот резко от холста отрываем чуть-чуть здесь последний и теперь я возьму прям почти чистые белилки тут у меня лимонка чуть-чуть подмешана и вот прям по самым краешком можно кое-где пройти бы еще светлее так уже не все а так выборочно здесь эту сторону не буду трогать то есть мы серединке подсветили с этой стороны да то есть значит свет у нас где-то вот отсюда падает солнышко возьму хинокридончик чуть-чуть и с этой стороны вот здесь пройду можно в принципе но я не хочу красненький можно взять и вот эту серединку с теневой стороны красненьким пройти так у меня здесь перекрылась серединка желтенькая вот так ну вот такие цветочки такой экспериментик у нас с вами сейчас я добавлю травяной зеленой где-то больше таких вот напоминающих травинки мазочков вот так здесь как будто там стебелек какой-то вот сюда тоже таких в разных направлениях чего-то немножечко сверху добавлю так остатками уже какое-то движение покажу в принципе и все то есть нужно попробовать конечно тут посветлее добавить турецкой какой-нибудь с белилами в принципе если писать на нормальном холстике то должно получиться в принципе довольно таки неплохо такой сюжетик хочется света побольше чтобы не было так темно такая декоративная работа у нас получилось ну то есть и мой вывод друзья не делайте так потому что я не знаю сколько она проживет эта работа то есть если там вот говорю если вам не не обязательно там да эта работа там хранить ее долго а просто вот хочется пописать и возможно там и забыть за нее да скажем так тогда да можно либо я же говорю возможно водоэмульсионку какую-то другую потому что это прям вот она вы видели да она как побелка то есть такой вариант конечно не особо подойдет такой быстрый мастер-класс у нас получился сниму скотч посмотрим без скотча думаю так же она сниматься будет конечно хорошо толком и не держалась потому как ну считай тот же самый мел вот так сейчас прикрепим чтоб она у нас не упала вот ну в общем если уж есть да и нет возможности сейчас купить к примеру грунт а есть вот и водоэмульсионка и хочется очень быстро что-то написать ну тогда да как знаете такой чудес видите она даже не прилегала по затекала то есть она даже скотч не приклеивается к ней током затекло где вот разбавитель пожиже было ну затекло все такая вот работа ну в принципе быстренько если надо что-то накидать туда а так лучше конечно не надо либо попробовать ее с пва действительно смешать с пва и вот это вот у клея клевая основа я думаю она вот этой пыли не будет так давать и все таки будет она более поприятнее писать не так впитывать так же будет пва он такой глянцевость вот это на крайний случай же проще акриловой краской загрунтовать белой либо какой-нибудь светлой но это лично я больше не буду так грунтовать это я для себя поняла так что вот так вот учимся вместе да такие вот нюансы то есть я наглядно показала вам да как это все естественно хотелось бы конечно ощущения до передать но этого через видео ощущения сами не передашь это только вот как бы зрительно вам посмотреть и какой-то отзыв да скажем так мы услышать по по этому поводу и что еще хотелось бы друзья сказать в описании под видео есть ссылочки на рутуб на яндекс цен на канал подписывайтесь потому что я уже говорила да и пост писала что неизвестное есть варианты что youtube заблокируют то есть чтобы мы не потерялись подписывайтесь туда будем там то есть вот эти же уроки они в принципе и там но правда на рутубе там березки прошлое наши они только вчера выложились они висели-висели на модерации и в общем только вчера появились на дзене быстрее конечно там все это дело но я не знаю может рутуб они все-таки займутся им и когда-то все-таки до ума доведут и сам сайт конечно смотреть можно но для авторов загружать это конечно с запозданием они туда будут выходить скорее всего но тоже раз на раз не приходится в общем подписывайтесь туда на этом я буду закругляться вот не надо так делать в общем как покупайте грунт подписывайтесь на канал кто не подписан на яндекс на рутуб ставьте классы пишите комментарии вот она это все до скорой встречи пока пока а а вот Субтитры создавал DimaTorzok